Гос. Адамтехнадзор и общество. Итоги работы. В Центральном доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная подведению итогов деятельности Общественного совета ведомства. Татьяна Витушева, главный госинспектор Подмосковья, представила нового члена Общественного совета, актера и кинорежиссера Егора Кончаловского. Он стал тысячным внештатным инспектором Гос. Адамтехнадзора. Гос. Адамтехнадзор, несмотря на то, что это все-таки надзорное ведомство, это инспекция, мы, тем не менее, всегда работаем, опираясь на наших внештатных инспекторов. Работа и эффективность каждого внештатника у нас очень высока. И, причем, вы знаете, не только из года в год, но из месяца в месяц она растет. У нас в 2017 году, например, с помощью внештатных инспекторов было вынесено более 5000 постановлений на общую сумму более 30 миллионов рублей. В начале встречи руководитель Гос. Адамтехнадзора Подмосковья подвела итоги работы с Общественными объединениями граждан по наведению порядка на территории региона. Так, она подчеркнула, что в рамках проекта «Генеральная уборка» и благодаря интерактивной карте свалок для принятия мер от волонтеров служба получила наводку на 220 мест копления отходов. На текущий момент уже 630 свалок было обозначено по этому проекту и 466 убрано. Это 87% из списка с этой карты. Я хочу сказать, что НФ, подводя итоги своей работы, отметил Московскую область как один из регионов, которые эффективно реагируют на проблемы, в том числе этих несанкционированных свалок и очень быстро их ликвидируют. По словам Татьяны Витушевой, наиболее хорошо инспекторы Гос. Адамтехнадзора поработали в городском округе Истра. Там ликвидировано 25 свалок и навалов. Также отличились Серпухов, Клинский и Дмитровский районы. Особую значимость глава областной службы придала многочисленным рейдам по несанкционированным парковкам и нашумевшим мусорным рейдам под провокационным хэштегом «Свинья». Свинья свиней, а результат был очень хороший. То есть один раз человека оштрафовали, кроме этого СМИ подали его в газетки муниципальные, областные, и человек уже как бы второй раз безобразничать не захотел. Случаев дважды отлова одного и того же персонажа не было. Кроме того, Татьяна Витушева представила журналистом нового члена общественного совета Егора Кончаловского. Российскому кинорежиссеру и деятелю культуры глава областного ведомства вручила удостоверение. Он стал тысячным внештатным инспектором Гос. Адамтехнадзора. Мне кажется, это очень важная работа. И мне кажется, что вся область и совокупность работы Гос. Адамтехнадзора и Татьяны Семеновны, мне кажется, для этой работы важно. Участие волонтеров и небезразличный взгляд на те проблемы, которые, безусловно, постоянно встают перед нами и будут вставать. В завершении встречи руководитель Гос. Адамтехнадзора Подмосковья подчеркнула, что вопрос благоустройства – один из приоритетных направлений политики губернатора. Поэтому служба продолжит и в 2018-м принимать все меры для наведения чистоты и порядка в регионе.